Я, воспитанный католической традицией, после того, как пришел в движение Шиловы Пады, словил себя на мысли, что мне хочется больше грусти и печали, вкус в практике, больше чувствую в таких состояниях, нежели в радости. Что можете порекомендовать в таком случае? Подождать. Будет повод для грусти и для печали. Особенно на уровне Анардха Неврити, когда, как мы сказали, Господь Кришна благодаря своему преданному служению высвечивает в нашем сердце. Это не мои слова, это слова Шиловы Пады. В четвертой песне Багута, по-моему, где он говорит, что практика преданного служения высвечивает в нашем сердце Анардхи, и мы начинаем видеть их. Для чего это делается? Чтобы мы научились сознательно от них отказываться. Или, по крайней мере, сознательно их не желать. Или, по крайней мере, желать их не желать. Потому что иногда даже у нас нежеланий нет по отношению к ним. Есть желания, но мы их можем в каком-то там производном, какой-то производной нашего сознания желать их не желать. И Господь Кришна иногда, как об этом пишет Джива Госвами в Априте Сандарби, иногда даже великие преданные вдруг обнаруживают в своем сердце какие-то такие достаточные Анардхи, и они думают, Господи, Боже мой, это до сих пор во мне. И для чего это происходит, Гови Парандан Прабху объяснял, Господь проявляет это в них, чтобы ускорить, интенсифицировать их усилия, чтобы они не расслаблялись и не думали, что все уже свершилось. И такие преданные думают, ой, я не успею, нужно прилагать усилия гораздо больше к служению Кришны, чтобы успеть избавить от этой грязи сердца. Поэтому поводов для печали грусти будет много. И в этом отношении также на более возвышенном уровне преданные скорбят в разлуке с Кришной. Именно в таком состоянии грусти, разлуки и скорби пребывал Маддавендар Пури во время своего ухода из этого мира. Я не помню точно еще одно слово. И он говорит, что что же мне делать, я не вижу тебя. О, господин Мадхура, куда ты ушел? У настояннейший Матер Адарани в скорби он пребывал. В такой же скорби пребывают наши очария иногда, когда Бажан Гопи Натх, например, Швила Бхатчана Такур поет, Гопи Натх, мама, не веду, ношуна. Все уже демоны достигли освобождения. Один я, Бхак Фенот, как демон, плачу жалкое существование. Удавка завязывается, материальное желание на моем горле. И я не чувствую в себе никаких духовных качеств. Он искренне так обращается к Кришне. На этом этапе предного служения Маддематикари можно считать себя единственным демоном во Вселенной? Искренне обращается к Кришне с такой мольбой. Поэтому повод для грусти появляется даже на возвышенных этапах предного служения. Господь Читания Махапрабху говорил об этом сам в своих стенаниях по Кришне. Когда он не то что говорил, он свое лицо тер стены в гамбире и чертил их пальцами настолько, что пальцы стирались в кровь. Он плакал, у него как слезы ручьями текли из его глаз. Он написал из Шикшаш-таки свое переживание, не чьи-то теоретические. Он говорит, что ты адаршина мармахатам коротуват. Своим адаршином, своим отказом появляться мне на глаза, ты наносишь мне удар в самое уязвимое место. Марма означает слово мри, а слово смерть. Марма это точка, удар по которой смерть приносит, самая уязвимая часть нашего тела. Ты меня убьешь в солнечное сплетение, своим адаршином, своим отсутствием. Но все равно я останусь твоим слугой или служанкой, что бы ты ни делал со мной. Есть повод для печали, дорогие преданные? Продолжайте. Просто для того, чтобы эта печаль была не преждевременной, нужно, чтобы она предварялась радостью. Чтобы вам потом была радость жалко потерять. Иначе эта печаль преждевременная может вас из этого общества сознание Кришну ввести. Что-то слишком грустно. Пойду кри я отсюда. Нет, вначале мы испытываем огромную радость и счастье. А потом печаль. И эта печаль и радость совмещаются примерно так, что, например, во время Киртана преданные могут чувствовать, как близко Кришна находится рядом. Как, что Кришна рядом во время Киртана. А во время Джапы мы можем чувствовать, что я далеко от него. Кришна рядом в Киртане, а я далеко в Джапе. Что это значит, что я должен повернуться к нему лицом. Он рядом за спиной. Но я отвернулся, и поэтому далеко. Поэтому и те, и другие чувства нам одинаково важны. И чувство радости, и чувство скорби. Поэтому в описании Бхавы, чистого преданного служения, или экстатического преданного служения, Рупа Гасамин говорит, что предан одновременно связан двумя эмоциями. Он говорит, что он... Ашамбанда, Самудханха и Манашунета. Манашунета означает, что он не чувствует в себе каких-либо надежд. У него нет никакого самомнения. Он думает, что он не способен, не годен, ни на что. Но при этом Ашабанда связан надеждой. И Самудханха искренне вглядывается в горизонт своего духовной жизни, когда же Кришна даст мне милость. То, что он даст мне милость, я знаю. Я уверен. Я ее не заслуживаю, но он мне ее даст. Потому что милость Кришны гораздо более объемная, гораздо более могущественная, чем моя незаслуженность. Если бы я заслужил милость, то это бы перестало быть милостью в любом случае. Поэтому вот так. Есть место и для горя, есть место и для скорби, есть место и для разлуки, есть место и для печали, но есть место и для радости. И в практике преданного служения под руководством Шилопа и Пады все эти эмоции будут находить свое гармоничное место в нашей жизни. Просто оставайтесь на этом пути. Все будет. Все. Спасибо большое. Адам Ахан, только спасибо вам большое. Сегодня прозвучали просто удивительные вещи. У меня лично нету слов вообще. И мы очень сильно вам благодарны, что вы нашли время. И вот напоследок хотели попросить благословения. Вот первые тоже пишут в чате, чтобы... Благословите, пожалуйста, чтобы мы продолжали участвовать в своем хиртанбиле, господочей тайне. Так я не могу здесь ничего испортить, даже своими благословениями. Просто оставайтесь, вы и так уже в ней. Благословиться означает стремиться к общению с теми, кто в ней участвует. Вот и все. Просто стремитесь к этому. И никогда не теряйте связи с преданным такими вдохновлением служить. Я не знаю, как еще можно благословить. Чего еще можно добавить к тому, что уже произошло, благодаря тому, что правопад нас я благословил на участие в ней. Просто ничего не портите. Как иногда, если находитесь в чужой стране, и можете что-то сделать, что визу вам обнулят. Аннулируют, вернее. Вот не надо аннулировать визу. Это происходит, когда мы оскорбляем вайшнавов. Вот тогда виза обнуляется. Аннулируется, вернее, на какое-то время. А все остальное не может нас вывести из лилан господочитания. Какую-то роль мы с ней обязательно собираем. Какую-то, это же другой вопрос. Но лила есть лила. Это может быть роль Харидаса Такора, может быть лила Чхота Харидаса. Роль. Или Кала Криснадаса, который пал в жертвы цыганок, и господочитание его за волосы спасал. Но я думаю, он был рад в любом случае. Лила есть лила. И именно имя Харидаса Такора, имя Чхота Харидаса теперь в читании Чиритамрити. И даже имя Рамадаса Вишваса, который шел и служил Рамадхи Бати Госвами из Варанаси на встрече с Господом Читании, служил ему, но при этом имел корыстные мотивы в служении. И поэтому Господь Читании дал ему такой вот в своей полной милости. Но даже его имя осталось в Читании Чиритамрити. Даже имя Рамачандры Кана, и даже имя Рамачандры Пури в Читании Чиритамрити есть. Но лучше занимать более конструктивные роли. Не надо пытаться, потому что там роль уже занята. Рамадаса, Рамачандры Пури уже роль занята. Лучше не конкурировать с ним. Ха-ха-ха. Спасибо.